Авангардист Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если бы мы имели возможность спросить у Малевича, считает ли он себя авангардистом, он был бы очень удивлен и, наверное, обрадован. Но авангардистом он себя не считал. Художники называли себя футуристами, аллогистами, супрематистами и так далее. Но вот именно то, к чему мы привыкли, к термину «авангард», его не существовало и возник он гораздо позже. Возник он не в России, хотя художники эти появились в России, а возник он на Западе. В те годы, это было в 60-е годы, когда к авангарду отношение было в России очень сдержанно, я бы сказал. Практически об авангарде говорить было запрещено. Сегодня даже трудно себе представить, что, например, картины Малевича, которые мы сегодня видим в Третьяковской галерее, или там картины Гончарова и Ларионова в открытом доступе, возможность имеет каждый их увидеть, в те годы они были спрятаны. И чтобы увидеть эти картины, нужно было получать какие-то немыслимые разрешения. Уже где-нибудь в 80-е годы прошлого столетия советская власть поняла, что авангард – это некий козырь в ее руках. Потому что надо было говорить о том, что мы открыты ко всему, искусству мы воспринимаем любое. И авангард решили связать с революцией. То есть это революционное искусство, которое предсказало революцию и помогало революции. Искусство авангарда революционно по своей сути, но оно не совпадало с социальной революцией, с политической революцией. Это была отдельная история, которая произошла еще задолго до революционных событий в России. Вообще, что такое авангард? Сам термин пришел к нам из военной терминологии. Авангард – это отряд, идущий впереди. Но если мы возьмем историю искусства, посмотрим на нее как-то широко и заглянем в далекие какие-то эпохи, например, в Средние века или в Возрождение, то мы увидим, что авангард присутствовал всегда. Например, Ян Ван Эйк, XV век. Он был авангардистом, потому что он придумал масляную живопись. Леонардо да Винчи – это тоже авангардист. Художник, который открыл массу всяких новых вещей, и сфуматы, и прочее, и прочее. Но их мы не называем авангардистами. А вот художников XX века, которые работали особенно в России, мы их называем авангардистами. Этот термин очень четко показывает суть этого искусства на самом деле. Потому что авангард действительно перевернул картину мира. Он сделал какие-то такие принципиальные вещи, которые до него, в общем-то, были неизвестны. Я думаю, что одна из важнейших каких-то особенностей авангарда – это то, что авангард отказался от мемезиса так называемого. Это греческое слово, обозначающее подражание. Авангард перестал подражать действительности. Он стал создавать новую действительность, свою собственную. Это произошло не сразу, естественно. Но главное достижение авангарда было именно в этом. И многие художники того времени это прекрасно понимали и декларативно об этом заявляли. Скажем, Малевич и его круг, его какие-то соратники, одним из главных их орудием был манифест. Вот заявить о себе. Заявить о новом искусстве. Объяснить это новое искусство. Вообще авангард открыл, конечно, массу таких вещей, которые до него никто не видел. И мы, например, сегодня в окружающей нашей жизни даже, может быть, и не замечаем этого, насколько много из авангарда присутствует среди нашей жизни, в нашем быту. Ну, например, не знаю, дизайн сегодняшних вещей, одежды. Он основан на авангардных достижениях почти на 90%. Я уже не говорю о современной архитектуре, которая окружает нас. Это просто плод, абсолютный плод таких, так сказать, достижений авангарда. У Малевича, например, есть замечательный коллаж один, на котором изображена, вернее, фотография панорамы Нью-Йорка. И в эту панораму Малевич вырисовал свои супрематические такие домики. Надо сказать, что получилось потрясающе, потому что это было абсолютно какое-то естественное вкрапление его достижений вот в эту архитектуру Америки. Наверное, следует сказать о хронологии русского авангарда. Принято считать, что он возник где-то в 1907 году. Это был год образования такой группы «Голубая роза». Она была абсолютно не авангардная. Туда входили художники-символисты. Но уже, так сказать, в их системе работы, в их, так сказать, каких-то идеях уже были авангардные некие зачатки. И поэтому мы вот относим 1907 год как дату возникновения авангарда. А последний, так сказать, год существования авангардного искусства – это 1932 год, когда произошла уже в Советском Союзе такая реформа большая, и все художественные организации, объединения и группы были ликвидированы, все согнали в один союз художников общий. И вот, так сказать, это был конец авангарда. Хотя еще где-то теплились в мастерских, может быть, полуподпольных, какие-то остатки авангарда, когда художники продолжали работать в авангардной манере. Но это было уже, так сказать, где-то, так сказать, уже почти незаметно на общем фоне, так сказать, когда победил соцреализм, победила идея социального заказа и так далее. Авангард, конечно, возник не на пустом месте в России. У него есть свои корни. Русские художники очень много брали на Западе. Они умели, так сказать, творчески все это перерабатывать как-то необыкновенно быстро, хорошо, как-то так весело они это делали. Ну, например, там, скажем, итальянский футуризм. Во главе футуристов стоял Филиппо Маринетти, который был таким идеологом нового искусства, а вокруг него группировалась куча художников. Наши авангардисты видели их работы, и даже некоторые работы выставлялись в России итальянские. И тогда наши сумели переработать вот эту, так сказать, суть итальянского футуризма, которая заключалась в том, что там главное было движение. Художники должны были изображать движение. Вот наши сумели переработать это так, что даже в каком-то смысле их обогнали. Другой источник для русского авангарда – это французская живопись. Русские художники черпали во Франции, так сказать, вот это понимание тонкости живописи, вообще любовь к краске, к цвету. И все это дало нам, так сказать, вот большой толчок для нашего собственного движения. Например, Гончарова и Лорионов, которые были, так сказать, очень активными участниками авангардного движения, они бывали во Франции, видели эти работы французских художников и вдохновлялись, так сказать, тем, что французы делали. Но они шагнули и дальше, они сумели, так сказать, это все переработать как-то и по-своему воплотить в своих собственных работах. Еще очень важным моментом был, особенно это касается Москвы, то, что была возможность у художников посещать коллекции Щукина и Морозова. Это были две такие замечательные коллекции французского искусства, которые были открыты по определенным дням, и туда ходили студенты всяких художественных заведений. И там можно было видеть произведения Пикассо, Сезанна и многих других французов. Вот эти галереи, Щукинская и Морозовская, они сыграли колоссальную, конечно, роль для формирования нового русского искусства. Теперь несколько слов о сути, так сказать, о каких-то важных явлениях, которые характерны для авангарда. О манифесте я уже говорил. Манифест – это то, что объясняет позиции художника. Но важны еще были такие вещи, как жест, например. Жест для авангардиста – это как бы произведение искусства в своем роде, потому что он создает некий, так сказать, образ самого себя. Что это значит? Например, он может одеться в какую-то яркую одежду или, скажем, раскрасить лицо даже себе. Вот это было очень принято среди авангардистов. Это называлось футуристический грим. И вот этот жест, он как бы сопровождал произведение искусства. Это был некий синтез, в котором рождалось что-то новое. И еще важный момент – это эпатажность. И вот эпатаж был, так сказать, главным орудием русских футуристов, потому что они очень любили свою русскую публику, как бы, так сказать, удивить, задеть, как-то заставить задуматься о том, что они делают. И вот такая идея, так сказать, пойти против мещанского вкуса, оскорбить даже в каком-то смысле – это был один из важнейших рычагов их творчества, их, так сказать, воздействия на окружающую публику. Еще важнейшие источники русского искусства, авангардного искусства – это народное искусство, которое авангардисты полюбили. Они собирали народные картинки, скажем, какие-то изделия. И даже известно, например, что Кандинский, который был одним из главных авангардистов русских, он ездил по Вологодской губернии, собирал там разные какие-то детские рисуночки куколок, на базарах искал вывески. И авангардисты брали у народного искусства вот эту непосредственность. Они пытались быть такими же открытыми, простыми, естественными. Есть еще несколько таких важных источников творчества авангардистов, в частности, городская культура, особенно вывеска. Малевич очень увлекался вывеской, Кандинский тоже. Лорионов и Гончарова просто коллекционировали вывески. И в каком-то смысле даже они подражали вывескам, потому что если вы посмотрите на какие-то их работы ранних десятых годов, то вы увидите, что это просто те же приемы, те же, так сказать, простые краски, те же какие-то движения кисти, грубые, броские, так, чтобы привлечь внимание публики. Надо сказать, что русский авангард двигался, конечно, в направлении утопическом. Татлин хотел создать огромную башню, Малевич хотел украсить, так сказать, мир красотой супрематизма, какие-то другие художники хотели одеть людей в супрематические одежды. Но, увы, это все, к сожалению, не получилось, потому что социальная эпоха, которая двигалась в это время, новая социальная эпоха, она этот авангард, к сожалению, погубила и заставила его замолчать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.